Мы с вами доказали, что для любого графа количество пересечений больше или равно, чем количество чего? Киотка. Риобер. Минус количество чего? Режим. Утройное количество режим. Отлично. А у нас есть как-то нарисованное на плоскости граф. Зря я тот слег. Ну, в общем, какой-то граф с какими-то пересечениями. У него есть какие-то пересечения. У него есть количество вершин, вершин этого графа. У него есть ребра. Вот эти самые пересечения. Так вот, ребята, замечательная совершенно идея. Мы сейчас этот граф превратим в вероятностное пространство. В данном случае это очень легко. Многие будут очень простые. Но идея потрясающая. А именно, давайте договоримся, что вот в этой вершине с некоторой вероятностью P вершина, а с вероятностью 1 минус P не вершина. Отсутствие этой вершины. И эту вершину тоже будем брать с вероятностью P. И эту вершину с вероятностью P. И эту, и эту. При этом, если у ребра какого-то оба конца взяты, ну, значит, ребра взяты, ребра существует. А если хотя бы одна из вершин не взяты, ну, значит, ребра не взяты. То же самое, если у вас все четыре вот эти вершины взяты, в таком случае пересечение будет существовать, потому что существует ребра. Если же хотя бы одну из этих вершин мы не взяли, ну, значит, не прорисована какая-то деталь, значит, я буду пересечение. Отлично. И у нас возникает огромное количество графов, а именно 2 в степени v вершин. v это количество вершин. 2 в степени v граф. Почему? Потому что каждую вершину мы или берем, или не берем. Следующую вершину берем, или не берем. 2 в степени v граф. И для каждого такого графа мы с вами пишем соответствующее неравенство. Среди этих графов будет наш граф, когда все-все-все нарисовано. Среди этих графов будет граф, в котором вообще ничего не нарисовано. В котором ноль вершин, ноль ребер, ноль пересечений. Такой тоже будет. Давайте. Граф, в котором ничего не нарисовано, будет с вероятностью 1 минус b в степени v. Граф, в котором, наоборот, все нарисовано, будет с вероятностью b в степени v. Ну и какие-то варианты, да? Вообще любая конкретная картинка возникает... Так, вы должны отметить, какие вершины взяты, какие не взяты. И возвести b в степень количества взятых вершин и умножить на 1 минус b в степени количества взятых вершин. Замечательно. Так вот, вы пишете 2 в степени v таких неравенств. И все их складываете. Давайте посмотрим, что при этом у нас получится. Во-первых, операция, когда вы пишете значение какой-то величины, умножаете на вероятность и складываете, называется полис среднего значения. Или это называется математическое ожидание. Среднее значение случайной величины. Мы сейчас с вами должны найти среднее значение и количество пересечений. Мы должны найти среднее значение и количество ребер, и среднее значение вершин. И важно, что неравенство у нас верно каждый раз. Значит, когда мы усредняем, то оно будет все равно верно. Так, давайте сначала разберемся с левой частью. Господа, у нас на картинке есть несколько этих самых пересечений. С какой вероятностью конкретное пересечение будет посчитано? П в четвертой. П в четвертой. П в четвертой, абсолютно верно. Для того, чтобы это вошло в нашу картинку, надо, чтобы вошли эти 4 вершины. Вероятность П в четвертой степени. Обратите внимание, у среднего значения случайной величины есть очень важное свойство. Среднее значение суммы – это сумма средних значений.